у меня есть живой опыт работы в отеле и там это было несколько лет назад и мы использовали там социальные сети поэтому вот то о чем я буду говорить сейчас это такие некие опробированные практики на мой взгляд сильная сторона отельера в том что она может быть то что это про сервис да безусловно когда ты бронируешь отель на какой-то площадке это тоже сервис но когда гость когда у тебя есть возможность пообщаться с гостем напрямую до того как он выбрал отель то это сильная сторона отеля отель знает свой продукт намного лучше чем узнает отель знает своего там типичного гостя что ему предложить что есть рядом с отелем какие нюансы возникают там при проживании в отеле да ну с точки зрения выгод для того или иного сегмента допустим если это там бизнес-путешественник и гостиница находится там какой-то пешей доступности от вокзала то это может быть существенным плюсом да при этом не все гости могут хорошо ориентироваться в там карте да и ну просто не понимается относительно вокзал где находится отель если отель в своей коммуникации с гостем ну до того как человек забронирует номер это как-то озвучит то ну безусловно это будет дополнительным плюсом а и здесь социальные сети могут выступать в качестве инструмента то есть просто гречит социальные сети там привлекут дополнительных пользователей в отеле откровенно говоря нельзя потому что это очень сложный инструмент никто до конца не понимает как он работает многие отельеры воспринимают его как такую площадку для там привлечения гостей или для удержания гостей это и иная стратегия она требует достаточно тщательного и въедливого продумывания да кто ваши гости допустим если вы сконцентрированы на бизнес-путешественниках да то насколько вообще эти люди там есть соцсетях да насколько у них есть время для того чтобы с вами общаться до того как вы заедете или после того как вы заедете насколько они будут там делать там ставить лайки шеры там ретвиты и так далее для там гостиниц там или хостелов которые работают с более молодой аудитории безусловно социальные сети кажутся более логичной историей но при этом для того чтобы быть успешным в этих каналах на мой взгляд требуется стратегия требуется четкий план зачем мы это делаем какой мы ждем результат и в чем вообще смысл этих действий то есть нельзя ну по моему опыту да нельзя делать это по остаточному принципу да вот у нас там мы завели страничку отеля в соцсетях и мы сейчас будем делать там какие-то посты и вот вопрос какие посты он заканчивается уже он становится актуальным уже через неделю когда вот этот первый запал иссякает люди начинают постить туда все подряд делать там фотографии из каких-то других сообществ и со временем этот канал становится в принципе никому не нужен есть его отель боится забросить потому что вроде к эта работа проделана но с точки зрения гостя да если вот взять прям планшет и подойти ко всем гостям которые уже сейчас живут в отеле и сидят в вашем лобби и прийти сказать смотрите вот у нас есть такой фейсбук вот там такая информация вам это интересно ну я думаю что там 9 из 10 скажут что да нет это вообще какая-то ерунда ну и в первую очередь нужно строить свои коммуникации в социальных сетях на таких площадках основываясь на потребностях гостя ну при этом та проблема с которой мы столкнулись в свое время что если вы работаете с разными сегментами гостей то это может быть достаточно сложной задачей да потому что если у вас есть и бизнес там и иностранцы и российские путешественники то на каком языке вести коммуникацию с гостем да если ну вот для питера это особенно актуально когда 50 процентов загрузки это иностранцы 50 процентов от россияне делать два канала в фейсбуке на русском писать на английском там а как россияне из регионов которые там могут не владеть английским языком и так далее то здесь нужно подходить максимально ответственно нельзя ну на мой взгляд чего точно не стоит делать да нельзя давать это на аутсорс особенно той компании которая вообще не из гостиничного бизнеса скорее всего это будет будет какой-то шаблон да как как вы делаете сша это сайте по шаблону да также вот это будет когда абсолютно не рабочая ситуация второй момент не стоит это отдавать на откуп персоналу без внимания ну без стратегии с вашей стороны ну со стороны руководства без понимания что конкретно должны писать люди в каком стиле они должны писать как они должны коммуницирует гостям то что достаточно серьезная работа и даже если есть люди на ресепшене которые там ну молодые они отлично разбираются в соцсетях не факт что они будут делать это так как считаете нужно делать там на уровне компании поэтому этих людей нужно как минимум учить нужно с ними садиться обсуждать до составлять планы и так далее вот и понятно что в гостинице может быть много там точек интереса но не всегда то что интересно отелю интересно гостям до проводите живые там какие-то эксперименты подходите гостям спрашивайте их а чтобы они хотели видеть насколько они используют соцсети да вообще в принципе там есть геолокационные истории да там есть там тот же самый фейсбук можно использовать это именно для удержания для привлечения для повышения лояльности если вы уже используете соцсети и там видите что не получается нужно сделать там коренным образом все поменять и может быть концентрироваться на каком-то одном сегменте на что наши соцсети для того чтобы удержать категорию вот таких-то гостей да и для этого мы будем делать это это потому что у многих такая стратегия из пушки по воробьям на обо всем и ни о чем в итоге получается зря потраченное время ну и канал который просто отнимает ресурсы и не приносит ничего не лояльности не новых бронирований